Уроженец села Виноградное Болградского района Одесской области ГГУС по национальности. Он родился в многодетной семье православного священника и прошел большой путь от сельского механизатора до ведущего специалиста в области права. 4 ноября Одесса простилась с выдающимся ученым и политическим деятелем Ильей Ивановичем Каракашом. Особый профессионализм и упорство в работе выделяла Илью Ивановича, вспоминает президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов. Сегодня на 75-м году жизни мы потеряли ведущего профессора, преподавателя, доктора юридических наук Каракаша Илью Иванович. Шел из жизни человек, который много сделал для развития и становления Одесской правовой школы. Человек, который стоял у истоков создания и развития национального университета Одесской юридической академии. Знаете, Илья Иванович Каракаш, он был первым ректором МГУ. И в самое тяжелое время становления сегодня известного МГУ, он стоял у истоков формирования коллектива МГУ. Я, вы знаете, всегда помню его как человека очень энергичного. Обладал Илья Иванович природным умом, имел хорошие профессиональные качества и он отдавал эти знания, которые у него были, нашим студентам. Илья Иванович Каракаш был депутатом Одесского областного совета и главой постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и административно-территориального устройства. За заслуги в образовании Илья Каракаш был отмечен такими званиями, как отличник образования Украины, заслуженный работник образования Автономной Республики Крым, заслуженный юрист Украины, почетный гражданин Гагаузии и города Вулканешты Республики Молдова. Знакомые и друзья отмечают, что это был человек, который помимо науки мог помочь дельным советам в любой случившейся ситуации. Мы с ним оба по происхождению украинцы Гагаузского происхождения и в национальном обществе вместе участвовали. Ну я вам скажу, что это человек глыба, человек ум, человек мудрость, потрясающий советник. Я мог часто приходить за советом и в юридической части, и в общественной части, и по многим таким государственным, политическим даже вопросам. Ну для меня он был практически как такой советчик на уровне отца. Илья Каракаш – автор четырех монографий, автор шести сборников законодательных актов, десяти учебных пособий, пяти учебников и свыше 160 научных статей. Многие из предложенных Ильей Ивановичем законопроектов были внедрены в законодательную практику. Был советником и разработчиком всех политико-правовых документов относительно создания Гагаузской автономии в Республике Молдова и депутатом первого состава национальных сборов Гагаузской Республики. Уход этого человека из жизни – тяжелая утрата не только для близких, друзей и соратников, а всего гагаузского народа. Это тяжелая утрата, к сожалению, которую никогда заменить не будет чем. Однако великое дело, дело строительства современной гагаузской государственности, которому Илья Иванович отдал часть своей жизни, должно быть продолжено. Мне он с первых дней, когда организовывалось общество, говорил, что мы должны, те, кто сумел выучиться, приехать в этом городе, закрепиться, чтобы другие общины знали, что есть гагаузский народ и показывали все лучшее, что у нас есть. Это он делал сам и учил этому нас. Я безмерно благодарен этому человеку. Для молодых сотрудников Международного гуманитарного университета и Одесской юрокадемии он был лучшим образцом отношения к делу. В последние годы Илья Иванович активно занимался судьбой Куяльницкого лимана. Как влиятельный специалист в области экологического права, Илья Каракаш сделал немало для разработки законопроекта о признании Куяльника курортом национального значения. Закон приняли и утвердили, а значит дело ученого Илья Ивановича Каракаша будет жить.